женское облысение большой выпуск не забывайте подписываться на канал ставить лайки если вам нравятся мои видео и вы поддерживаете мою работу колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски напоминаю что теперь также доступен телеграм-канал ссылка в описании где находится оперативная информация особенно что касается ответов на ваши частые вопросы а также если вы досмотрите видео до конца узнаете еще кое о чем также можете смотреть на скорости полтора или даже два сегодня речь пойдет о женском облысение и различиях от мужского облысения никто бы не мог подумать возможно что достаточно много женщин также страдает от облысения казалось бы нереально или просто в гуще мужской аллопеции мы не замечаем того что среди женщин это достаточно открытая проблема выпадение 50 100 волосков в день считается нормой так как восполняется ростом новых волос если же это свыше того что делать и почему это происходит давайте будем разбираться если у мужчин облысение проявляется через отступ границ роста волос образуя залысины то облысение у женщин андрогенетическая аллопеция характеризуется истощением и выпадение волос иногда женщина может даже не заметить сразу в чем дело пока не перепродают кучу шампуней масок для волос бальзамов и прочего полагая что дело в воде погоде идея и прочим из-за чего волосы потеряли объем и эластичность затем становится видна кожа головы и образуются лысые пятна вообще конечно женское облысение нечастое явление и даже в глубокой старости женщины имеют крепкие волосы в чем же причина да это может быть наследственный ген от одного из родителей но также облысение может стать причиной и вытекающим следствием проблем со здоровьем которые влияют на продукцию гормона андрогена андроген собирательное название группы стероидных мужских половых гормонов производимых семенниками у мужчин и яичниками у женщин у женщин может проявляться в развитии мужских вторичных или третичных признаков именно благодаря им у некоторых женщин понижается и огрубляется голос растут волосы на лице и теле по мужскому признаку увеличивается запах пота и самого деления пота формируется мужской тип лица и скелет увеличивается размер клитора и половых губ происходит частичная атрофия молочных желез матки и яичников прекращается менструация овуляция и ведет бесплодию увеличивается агрессия в такой же ситуацию мужчин увеличивается половой член до генетического максимума и увеличивается также простата что же может вызвать облысение у женщин первое облысение достаточно часто развивается после менопаузы поэтому гормональные изменения также могут стать фактором второе аутоименные заболевания воздействие химических вредных веществ или радиации третий момент болезни желудочно-кишечного тракта четвертое нарушение кровообращения пятое развитие инфекции шестое неправильное питание и изнурительные диеты седьмое недостаток витаминов в организме восьмое также причиной может стать прием некоторых лекарств вызывающий подобный подбочный эффект девятый сильный стресс и депрессия десятые при беременности и несбалансированном питании среди прочих даже определенные прически могут спровоцировать выпадение волос это прически стягивающие волосы также совсем не положительно влияет утюжка волос окраска волос какими бывают выпадения волос у женщин первое очаговое когда на голове возникают отдельные гнезда волосы сначала редеют а затем полностью выпадают часто у женщин это также сопровождается выпадением ресниц и бровей или является ее предвестником второе симптоматическое и диффузное волосы выпадают равномерно по всей голове оставшиеся волосы истончаются и редеют обычно это происходит после серьезного хронического заболевания и после проведения курс лечения этого основного заболевания андрогенная чаще это понятие применимо к мужчинам но и женщин не обходит стороной если у мужчин появляется залысины и начинается в лобной зоне то у женщин как правило это все проявляется в проборе первым признаком является истончение волос и их заметное поредение если вовремя заметить проблему и обратиться к специалисту можно полностью установить выпадение но только утраченные волосы уже к сожалению не вернуть четвертое сиборейная чаще встречается именно у женщин и характерен чрезмерным сало отделением в результате на голове образуется роговой слой который сопровождается зудом головы и шелушением и выпадением волос кроме этого на голове может образоваться корка и вы знаете что у меня было вот такое когда мне было где-то 16 или 17 лет пожалуй это было первым предвестником проблемы в этом случае ситуацию можно лечить пятое наследственное часто выпадение вследствие генетические предрасположенности сопутствует ломкость ногтей и дистрофия зубов это частая причина облысения у мужчин у женщин встречается крайне редко далее мы поговорим что же делать в первую очередь нужно обратиться к трихологу с помощью трихограмма специалист определить состояние ваших волос количество и диаметр волос состояние кожи что очень важно сальных желез возможно также вам необходимо будет пройти осмотр у других специалистов таких как гинеколог эндокринолог невролог и терапевт если же причина выпадения волос кроется в наличии заболеваний желудочно кишечного тракта стоит обратиться за консультацией к гастроэнтерологу какие анализы возможно потребуется сдать первое развернутый анализ крови второе кровь на биохимию третье развернутый анализ мочи четвертое тесты на паразитов пятое анализ на женские половые гормоны шестое детальный анализ на наличие токсинов седьмое тестирование волос для оценки минерального статуса какие же методы лечения существуют первое пожалуй это физиотерапия лечебные средства наносится на кожу и нагревается при помощи специальных приборов здесь вход идет лазерная терапия лазер стимулирует все обменные процессы в организме и лечение волос происходит активнее но на самом деле способ еще до сих пор не доказал свою стопроцентную эффективность и еще раз также рассматривается целесообразность его использования второй способ инъекционный метод улучшает рост волос пробуждает спящие луковицы устраняет перхоть и борется с заболеваниями кожи головы при помощи введения в кожу головы специальных коктейлей назовем их так комплекс препаратов для процедуры содержит в себя все необходимые витамины микроэлементы питательные вещества и полезные аминокислоты третье это терапевтическим метод использование мази и масок шампуней кондиционеров народных средств ну и четвертые хирургические врач берет волосы со здоровых участков и пересаживает в пораженную область для женщины особенно подойдет методика dh ай который собственно делал и я при которой волосы могут быть трансплантированы даже без необходимости брить голову наголо процедура также проводится под местной анестезией не вызывает особых болевых ощущений именно по такому методу делали пересадку волос у меня поэтому если что мои контакты есть в описании я вам также могу подсказать в какой клинике это лучше сделать и на что стоит обратить внимание уж слишком много нюансов и чтобы сэкономить время проще конечно обратиться к специалисту профессионалу который уже все это на себе проверил более того напомню вам что ежедневно изучая кучу информации что касается облысения и у мужчин и женщин что это вызывает и на что нужно в первую очередь обращать внимание потому что помните все что вы сделаете особенно что касается пересадки волос это на всю жизнь часто женщины прибегают к домашнему уходу но народные средства не могут справиться с проблемой облысения лучше чем профессиональные салонные процедуры о которых я вам расскажу в отдельном видео если вы заметили начало выпадения волос можно предпринять следующие своевременные шаги для предотвращения потери волос первое сократить или отказаться от процедур химического окрашивания волос так как это большой удар по волосам я не женщина но когда мне было около 20 лет я покрасил волосы дважды после чего треть волос ну собственно осталось на подушке второе правильно питаться и поддерживать баланс диета должна быть гармонизирована белками витаминами и железом третье защищать волосы от ультрафиолета пользуйтесь к примеру головными уборами особенно что касается сильного солнца четвертое не расчесывайте волосы когда они мокрые и хрупкие лучше им дать просто высохнуть в естественных условиях если же вам нужны консультации пока все еще бесплатные вы можете их получить в моем телеграм-канале ссылка в описании там же есть мой личный контакт для тех кому нужна помощь в выборе клиники подписывайтесь и владеть и самой оперативной информации и пусть гласится